Мы отмечаем День образования Воздушно-десантных войск России! Территория Барнаульской спички сегодня окрашена в цвет неба. Все от мала до велика в тельняшках и голубых беретах. Российские и советские, нынешние и бывшие десантники собрались, чтобы отметить 93-ю годовщину образования элитных войск. На всю жизнь потом несешь это звание десантника. Я горжусь, что я служил в ВДВ. Я очень горжусь своим мужем, что жена десантникам. Каждый год сюда приезжаем. С детьми всегда? Да, с детьми всегда. Семейный праздник у нас теперь. Слова поздравлений от официальных лиц, приветственные телеграммы и противоречивые чувства у присутствующих. Десантники скорбят, вспоминая погибших сослуживцев, и радуются, встречаясь с боевыми товарищами. Это действительно святой праздник. Для каждого десантника есть 2 августа и еще день рождения. Да, да, да. День рождения, но и то. На 2 августа больше друзей собирается, чем на день рождения. Поздравить голубые береты приехали и представители других армейских подразделений. Так старший прапорщик в отставке погранвойск ФСБ, командир группы, А сегодня руководитель военно-патриотического клуба Марина Зеленкина воспитала не одно поколение будущих бойцов, в том числе и десантников. Говорит, на себе убедилась. Им присущи не только мощь и отвага, но и порядочность, дисциплина. В армии, когда приходит молодежь, и когда командир представляет, что вы сейчас переходите под командование старшего прапорщика Зеленкиной, начинается усмешка, о, что, баба. Ну, через буквально 2-3 дня это проходит. Сегодняшние десантники принимают непосредственное участие в решении задач по защите интересов Родины. Как и многие поколения до них, они проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер. В Барнауле десантура свой праздник отмечала весь день. Как сами про себя говорят голубые береты, мы драться умеем, как черти, дружим навеки, а гуляем всегда от души. За ВДВ, за наше небо голубое, за ВДВ, и только все, и только стоя. Елена Макаренко, Вобислав Ковалев, День с толком.